Хотел это место давно показать, все время не мог выбрать. Когда иммигранты приезжали раньше, первые вот эти потоки, ну как первые, не те, которые открыли, скажем, Америку у индейцев, а другие, когда дело было поставлено на поток и уже нужны были визы, паспорта, они прибывали на огромных судах на Нью-Йоркский остров Элис. Это порт здесь рядом. Долбят соль, которую достают со дна озера. Вода в озере не соленая, а соль добывают каким-то макаром. Они приезжали на Элис-Айленд, это остров, это было очень похоже на тюрьму. Отношение там было довольно издевательское, очень хорошо показано. Есть сериал «Есенин» с Безруковым, я не говорю, что бегите смотреть его, но там вот эта сцена прибытия Есенина, и как он привык там, но он же звезда был там дома в России, а тут приезжает, короче. Я прилетаю, короче, в Нью-Йорк, а перед вылетом меня предупредили, хоть у тебя виза, все, но если ты что-то не так ответишь этому офицеру по иммиграции, то есть цель визита, у тебя не будет обратного билета, ну, в общем, они проверяют на тот факт, что ты останешься в стране. А мне казалось, у меня на лбу написано, что я останусь в стране, и я очень волновался. Но удалось, конечно, въехать ему в уши, я тогда еще свежий был с афганской военной базы. Вот, это дело я проскочил, но стресс сказался. Я должен был лететь к другу в Оклахома-Сити, но у меня было время поболтаться по Нью-Йорку, и представляете, я первый раз в жизни попал в Америку, вот я в Нью-Йорке, у меня есть деньги, у меня есть время, и я побоялся поехать в Нью-Йорк. Вот именно вот этот разговор с иммиграционным офицером, и тот факт, что я жил эти последние годы в Узбекистане, в том числе сидел, а это такая ментовская была страна тогда, это такой вышкаленный был, выдрессированный, что мне казалось, любой мент, абсолютно любой, меня остановит и спросит документы и отправит обратно, чего мне очень не хотелось, конечно. Вот, такая история. И я первые годы очень боялся, что меня выцепят, шарахался, от всех ментов шарахался, боялся купить что-то большое, лишнюю кастрюлю, потому что был готов в любой момент схватят, посадят и отправят. Тем не менее, продержался до 16-го года, только в 16-м году меня поймали, а отправить пока до сих пор не могут. Хорошего вам настроения. Ну что, на прощание проверим Подмостовье, с не вписавшимися в рынок. Не вписавшихся в рынок нет дома, но, как вы можете видеть, они сюда приходят регулярно. Вот, напротив Хилтона, как я неоднократно вам уже говорил. Субтитры сделал DimaTorzok